В Югре начали сезонную вакцинацию против гриппа. Для формирования коллективного иммунитета нужно привить не меньше 60 процентов жителей региона и 75 процентов лиц из групп риска. Округ получил первую партию вакцин Совви Грипп и Ультрикс Квадри. Вирус постепенно мутирует, потому состав препаратов ежегодно меняется. Появление новых штаммов отслеживает Всемирная организация здравоохранения. Иммунитет формируется от двух недель до месяца, а сохраняется до года. К слову, те, кто успел поставить прививку от коронавируса, может вакцинироваться от гриппа только через месяц. Отмечу, по последним международным научным данным, совмещение гриппа и коронавируса значительно повышает смертность. На очередном оперштабе глава региона поручила рабочим группам обеспечить иммунизацию населения при подготовке к эпидемическому сезону гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Чтобы избежать возможных осложнений, важно сделать прививку от гриппа. Вакцинация против гриппа включена в национальный календарь прививок Российской Федерации и рекомендуется всем группам населения, особенно детям, начиная с 6-месячного возраста, студентам, призывникам, беременным женщинам, пенсионерам, гражданам с хроническими заболеваниями, лицам из групп профессиональной аналогистской, медицинским работникам, учителям работников сферы обслуживания и транспорта. От попутного газа к метану. В Нефтьюганском районе накануне открылась большая стройка газопровода, которая обеспечит подачу газа жителям Пытьяха, села Каркатеевы и Нефтьюганска, а это 170 тысяч жителей. Этот проект появился в рамках трехстороннего соглашения между правительством региона ПАО «Газпром» и Министерством энергетики России. В ближайшие три года планируют построить газовую ветку протяженностью 47 километров. Старт большой стройки вместе с газовиками дали губернатор Югры и министр энергетики России Николай Шульгинов. По традиции на таких объектах производится церемония первого шва. Министр энергетики и губернатор региона с членами правления ПАО «Газпром» оставили свои автографы на газопроводной трубе. Регион Югры имеет высокие позиции в нефтегазовой отрасли России. Здесь сосредоточены все компетенции по инновационным решениям, в части, особенно, повышения нефтедачи, зелёных скважин. И в целом, Югра для нас это, на самом деле, один из регионов, в которых все те компетенции, о которых я говорил, они сосредоточены бездействием. В Кагалыми реконструируют котельную номер один. Она обеспечит теплом жителей всей левобережной части города. Сейчас эти функции возложены на три объекта, которые ввели в строй 35 лет назад. Новая котельная будет выдавать 53 мегаватта вместо сегодняшних 35. Кроме того, всё оборудование будет работать в автоматическом режиме. На объекте выполнены демонтаж здания. Других элементов котельной ведутся подготовительные работы под основание фундамента, закупка материалов и оборудования. Сдать объект планируют в конце следующего года. Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов работает в Нижневартовске. Он принял участие в совещании по реализации национальных проектов. На территории муниципалитета воплощают в жизнь 16 нацпроектов. Формирование комфортной городской среды, безопасные и качественные дороги, образование и многое другое. На их реализацию из федерального окружного и муниципального бюджетов предусмотрено более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. За 8 месяцев освоено 40% от этой суммы. В 2021 году введено более 60 тысяч квадратных метров жилья. Близится к завершению благоустройства квартала «Молодежный». Продолжается строительство первого этапа улицы Нововартовской. Она соединит новостройки и старую часть города. Вадим Шувалов поручил отдельное внимание уделить благоустройству парка «Победы». Жители города давно мечтают о его модернизации. В остальном, по его мнению, реализация нацпроектов в Нижневартовске движется без отставаний и нареканий. «Хочу отметить, что действительно слово и дело не расходятся. Это первое. Поэтому так держать. А те моменты, которые я хотел озвучить по преддомовым территориям, то на сегодняшний день это очень важно, очень востребовано. Не зря. Благодарю и губернатора, и Бориса Сергеевича, и весь депутатский корпус окружной, который выделили дополнительно 811 миллионов, который в этом году ваша задача была их реализовать. Я знаю, что на практике это делается». Дороги Югры станут еще безопаснее. Об этом на площадке РИЦ Югра рассказал директор окружного департамента дорожного хозяйства Константин Гребешок. Умные светофоры и камеры уже следят за порядком на сургутских магистралях. Они отслеживают трафик и оптимизируют движение. Напомню, в городе создают интеллектуальную транспортную систему. Кроме того, с начала года сотрудники департамента отработали 72 обращения от жителей региона. Добавлю, в этом году по нацпроекту в Югре отремонтируют более 114 километров дорог и построят три новых улицы. «В этом году часть объектов уже введена. Насколько я помню, 6 объектов мы уже ввели. Но в целом работа ведется по графику. На сегодняшний день 86% верхнего слоя покрытия уложено. То есть можно прогнозировать, что до конца сентября верхние слои все будут уложены. То есть те работы, которые планируются, которые необходимо выполнить именно в теплый период, они будут завершены. В целом, то что касается бюджета проекта, могу сказать, что на сегодняшний день практически 58% кассового исполнения. То есть, в общем-то, объект реализуется по графику. Проект реализуется по графику. В Советском уже в следующем году начнут строить новую пешеходную зону. Она протянется на 1200 метров по улице Киевской до пересечения с улицы Малково. Это первая очередь масштабного проекта по созданию озерного парка «Картопья». Благоустройство территории вокруг озера – лишь часть того, что запланировано. Для безопасности будущей пешеходной зоны необходимо провести реконструкцию имеющейся линии электропередачи. Для этого предлагают ввести кабель не по воздуху, а спрятать под землю. Средства на благоустройство получены благодаря участию в федеральном конкурсе. Напомним, Советский оказался в числе 160 победителей со всей России. Начнется строительство в 2022-м. Последний этап будет реализован в 2023-м. Вот она будет проходить. Это место съезда к озеру. Как будет проходить дорожка? Тут пешеходный переход будет через дорогу. Она будет приближаться к проезжей части поближе, но снова опять отдаляться для обеспечения безопасности. Высоковольтная линия 10 кВт приходит вдоль всего пешеходного маршрута. Она имеет охранную зону порядка 10 метров, по 5 в каждую сторону. И наш тротуар будущий, он уже заведомо попадает в эту охранную зону. Будет небезопасно, скажем, но и энергетикам будет. Не совсем, что у них в охранной зоне находится такой тротуар. Завершается набор на курсы программирования в Лицее Академии Яндекса. Бесплатные двугодичные курсы по программированию приглашают школьников 8-10 классов. В этом году новых учеников набирают 5 площадок в Кантемансийске, Белоярском, Сургуте, Лангепасе, Нижневартовске. До 10 сентября включительно старшеклассникам нужно заполнить анкету и пройти тестирование на сайте проекта. Там же можно найти примеры заданий прошлых лет. Это поможет подготовиться. За два года обучения лицеисты освоят промышленное программирование на языке Python. Им предстоит изучить основы, а затем научиться решать прикладные задачи, создавать приложения с графическим интерфейсом и разными библиотеками. Образовательный проект реализуется в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика». В Сургуте завод по стабилизации конденсата возобновил свою работу. Известно, что в августе из-за последствий аварии на Уренгойском заводе темпы производства снизились. Это повлекло за собой сбои поставок сырья на предприятие и повышение цен на автомобильное топливо. Сейчас работа сургутского ЗСК полностью нормализована, а стоимость бензина и дизельного топлива в Сургуте и Ханты-Мансийске удалось снизить. В Ханты-Мансийске к программе «Пушкинская карта» присоединились сразу 8 учреждений культуры. Сейчас в рамках данной программы жители города смогут посетить Театр Обско-Угорских народов «Солнце», КТЦ «Югра-Классик», Музей Торума, «Природа и человека», «Геология, нефти и газа», а также Государственный художественный музей КДЦ «Октябрь». Отмечу, «Пушкинская карта» доступна всем гражданам России от 14 до 22 лет. С ее помощью юные югорчане могут свободно посещать музеи, театры, концертные залы и филармонии. На каждую такую карту государство начислит 3 тысячи рублей. А с 1 января следующего года ее номинал составит 5 тысяч. В Сургутском районе появится глэмпинг. Он призван усилить национальный колорит деревни Русскинская и тем самым привлечь туристов из других регионов и их государств. Сейчас мэрия муниципалитета активно обсуждает варианты проекта, определяет итоговые границы, место расположения объектов и общую концепцию проекта. По приблизительным подсчетам на строительство уйдет около трех лет. Основным объектом благоустройства будет этнодеревня с элементами быта коренных жителей округа. Примечательно, что к созданию глэмпинга привлекут и представителей коренных малочисленных народов Севера.